МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Праздник в Десногорском храме. Мы работаем единой командой. Общественный совет города подвел итоги. Что я делаю? Убили. В области задержаны подозреваемые в разбое. Открытие выставки «Искусство народов Коряки». А сейчас об этих и других событиях подробнее. В день прославления иконы Божьей Матери всех скорбящих радость в Десногорском храме прошли праздничные службы. 6 ноября для Десногорского прихода – особенный день. Главный храм освящен в честь божественного образа всех скорбящих радость. Весь приход собирается в этот день под сводами православной церкви, чтобы совершить общую соборную литургию. Проводил этот чин епископ Смоленский и Рослальский Исидор. Он поздравил всех собравшихся с праздником. И сегодня мы отмечаем глубоко почитаемую в Русской православной церкви икону Божьей Матери всех скорбящих радость. Понимая, что именно Божья Матерь является той, которая утирает слезу всякого человека. Завершились праздничные торжества причастием, крестным ходом и водосвятием. В Смоленске прошел спортивно-исторический фестиваль «Смоленские витязи». Любой желающий мог попробовать себя в русском жиме, становой тяге, армрестлинге, рывках гири, перетягивании каната. Также можно было принять участие в лучном турнире, боях на мягком оружии, посоревноваться в сборке и разборке автомата на время, примерить средневековые доспехи или пострелять в лучном или страйкбольном тире. Осенний снегопад вновь осложнил обстановку на дорогах. 6 ноября в седьмом часу вечера на въезде в наш город произошло очередное дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись УАЗ «Патриоты» и «Мерседес Бенц». В результате ДТП пострадали 4 человека, ехавшие в иномарке. Им оказали первую помощь и госпитализировали. В больнице, к сожалению, 25-летняя пассажирка скончалась. В связи с непогодой на территории региона Главным управлением МЧС развернуто 6 пунктов обогрева. Они уже начали свою работу по оказанию помощи участникам дорожного движения. В них дежурят пожарные и спасатели. Пункты обогрева полностью укомплектованы. Здесь даже есть возможность подзарядить мобильный телефон. 3 ноября в администрации прошло заседание Общественного совета нашего города, на котором были подведены итоги проделанной работы за 2015-2016 годы. В заседании приняли участие временно исполняющие обязанности главы Десногорска Сергей Тощев, депутаты городского совета и представители общественных организаций нашего города. За два года Десногорским общественным советом проделана большая конструктивная работа. За это время проведено 21 заседание и 4 круглых стола, на которых присутствовали представители Общественной палаты региона и депутаты областной думы. В холле администрации размещен информационный стенд и упрощена форма обращения горожан. Были организованы приемы граждан по личным вопросам жителей. Первый понедельник месяца в 16.30 приходили сюда жители города. Мы их выслушивали, давали консультации, обращались с письмами. Было направлено более 50 писем, а именно 56 писем и запросов различной организации от имени Общественного совета. Информация о деятельности совета представлялась на электронном сайте администрации города, сделан вкладыш о деятельности нашей общественной организации. Были изготовлены, а потом установлены кейсы и ящики для сбора вопросов от жителей города. Общественный совет Десногорска наладил тесное сотрудничество со всеми общественными организациями города, которые теперь входят в его состав. Поэтому третьим вопросом совет отметил самых активных представителей. До конца года будет сформирован новый состав совета. В завершении заседания были рассмотрены и приняты рекомендации для его работы. Смоленские спасатели проводят рейды по озерам. Как сообщили в пресс-службе регионального главного управления МЧС, сотрудники государственной инспекции по маломерным судам сегодня патрулируют водоемы Смоленска, Яузского и Десногорского водохранилищ. Инспекторы проводят профилактические беседы с рыбаками по безопасности на воде. Напоминают о правилах спасения утопающих и оказании им первой помощи. Инспекторы обращают внимание на то, что в настоящее время недопустим выход на лед. Его толщина еще не превышает 1-2 сантиметров. И желание опробовать его прочность, особенно для детей, может закончиться трагедией. В Ярцеве задержали торговца поддельными документами. 35-летний ярцевчанин продал пенсионерке поддельное свидетельство об окончании московской автошколы. Как выяснилось, мужчина приобрел в Москве незаполненный бланк данного свидетельства. Женщина знала о том, что свидетельство поддельное, но хотела сделать подарок своему мужу. Полицейские выясняют причастность торговца к аналогичным преступлениям. В Смоленске сотрудники уголовного розыска раскрыли серию дерзких разбоев, совершенных накануне в областном центре. Двое злоумышленников, в белом днем вооруженные пневматическим пистолетом, нападали на прохожих. Вначале у 16-летнего подростка, угрожая оружием, они отняли мобильный телефон. А через несколько минут 19-летнему парню они выстрелили в лицо и забрали кошелек с деньгами и банковской картой. Был введен оперативный план «Сирена» и задержаны двое молодых жителей Починковского района, ранее судимых за имущественные преступления. Также оперативниками установлена причастность задержанных к грабежу, совершенному в середине октября этого года на улице маршала Соколовского. В настоящее время расследование уголовных дел, возбужденных по признакам состава преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса «Разбой» продолжается. В данный момент полицейские проверяют задержанных на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории области. В областном центре прошел День национальных культур. Торжественное мероприятие состоялось 2 ноября в культурно-досуговом центре «Губернский». На Смоленщине этот праздник проходит ежегодно на протяжении 17 лет. Перед началом концертной программы гости могли познакомиться со стендовой выставкой, где национальные диаспоры области представили собственные экспозиции. Амтол, здравствуй, Корякия! Под таким названием 3 ноября в выставочном зале Историко-Кривеческого музея нашего города открылась выставка изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов Корякии. Подробности далее. Для десногорцев это первая уникальная возможность познакомиться с самобытностью народов Крайнего Севера. Экспонаты для выставки предоставила частный коллекционер, заслуженный юрист Российской Федерации, судья в отставке Людмила Каюрова. Она же провела и краткий экскурс для гостей по экспозиции. Мы хотим ознакомить жителей европейской части России с культурой и бытом окраинных территорий, на которых проживают коренные малочисленные народы Севера. Коллекция насчитывает более 200 картин и столько же предметов декоративно-прикладного искусства. Собрание картин представлено самыми различными техниками – масло, пастель, акварель, графика, гравюра и монотипия. Разнообразные предметы декоративно-прикладного творчества выполнены в традиционной манере резьбы и гравировки по кости, моржовому клыку и дереву. Эти произведения искусства помогают лучше понять изображенные на картинах неповторимые северные пейзажи и людей, живущих в гармонии с природой Крайнего Севера. Выставка за последние пять лет побывала в Гагарине, Вязьме, Рудне, Шумячих, Смоленской области, Боровске, Калужской области, Солнечногорске, Московской области, а также в городе Витебск. У нас выставка пробудет до 2 декабря. А в холле художественной школы открылась выставка десногорских преподавателей «Творческий полет». На ней представлено более 30 работ. Прийти и полюбоваться может каждый. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnaodefistv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!